Здравствуйте, друзья! У нас в офисе гости. Представляйтесь, гости с дамы. Начинаем. Елена. Здрасте, мои имя Сергей. Приехали из Москвы. Я хотел Сергея попросить рассказать конкретно о том, как денежки переводить из Российской Федерации в Соединенные Штаты, потому что несколько человек меня донимали, чтобы я им рассказал, а я, честное слово, как же я могу знать, ну вот я или в кармане, или в чемодане, как еще можно деньги ездить. Ну, я утрирую, но речь шла о том, что банки то ли отказываются, российские банки, то ли американские, то ли черт знает что. Но, в общем, говорят, и деньги есть, и счет есть, и все есть, а перевести нельзя. Это так. Объясните, в чем проблема? Вот если у вас есть валютный счет, почему вы не можете перевести деньги? Может, вы купили что-нибудь? Значит, я бы сказал, что есть несколько вариантов переведения денег из России на территорию США, но в конце я расскажу, какой из них оптимальны, с моей точки зрения, с нашей. Вариант номер один. Открыть счет в американском банке, перевести со своего счета, с российского счета, на счет американский. А можно онлайн-то открыть счет в американском банке? Вы знаете, я смотрел не про американские банки, если честно, но вопрос главный, вывести деньги из России. А как уже из более цивилизованной страны вывести деньги, это как бы второй шаг, второй вопрос. То есть открыть счет в иностранном банке? В иностранном банке, да. Есть варианты с кипрскими банками. Я сейчас не помню точное название, по-моему, ОК-банк или ОК-комбанк. Можно открыть там счет, но мы сразу сталкиваемся следом с такой проблемой, что для перевода денежек на счет в иностранном банке, если этот счет принадлежит человеку, то есть он сам себе деньги переводит, то требуется регистрация счета в иностранном банке в налоговой инспекции. Российской. Да, то есть малый счет завести, надо его задекларировать в налоговой инспекции и, вероятно, получить какой-нибудь пакет проблем вдогонку, что, в принципе, вполне вероятно. То есть они могут что-то с рикетирами поделиться или что? Могут быть транзакции остановлены просто-напросто. Просто деньги могут не выйти за территорию России технически. То есть они могут, ну как, запретить перевод денег. Хотя это ваши деньги. Абсолютно верно. Причем, что самое интересное в нашем случае конкретно, мало того, что это наши деньги были, у нас есть бумага, в которой написано, откуда эти деньги взялись. То есть это чистые белые деньги. Потом полу квартиру положил деньги, хочу перевести. Абсолютно верно. Есть договор, есть все это зарегистрировано в официальных государственных органах. Значит, это первый способ. То есть этот способ мне не нравится. Это очень плохой способ. Я бы вам сказал, нулевой способ. Абсолютно верно. Способ номер два. На него я потратил несколько дней. На него я потратил несколько дней. Значит, это попытка перевода через Western Union. Суть... Ну, это кеш фактически, мы должны наличку принести. Абсолютно верно. Мы тем или иным способом доставляем деньги в банк. Ну, или пластик свой даем, говорим, снимите деньги, или там наличную приносим. Нет проблем. Первое. Western Union за перевод США берет с каждых 5000 долларов 201 доллар. То есть надо четко понимать, что это процент. Второе. Через Western Union нельзя, нежелательно делать несколько параллельных транзакций. А именно, если отправил 5000, то до снятия их на территорию туда, куда деньги отправлены, нежелательно осуществлять следующую транзакцию. Она может быть заблокирована, подвешена на длительное время. До 40 дней. То есть надо одного послать в Америку, а другой, чтобы ему слал. Но, если, допустим, Москва, и человек продал квартиру, я не знаю, там за 500 тысяч долларов. Или это слишком... Секундочку. Сейчас, с учетом данного курса, 50 или 100. Что, квартира в Москве? Абсолютно верно. Я же говорил, что цены упали в 2,5 раза. Не, ну подождите. Ну, я считал, что в Москве квартира, допустим, стоит... Ну, хорошо, она стоила полмиллиона, а сейчас она стоит, я не знаю, 300 тысяч. Нет, ну смотря какая квартира, опять-таки, да, идеально находится. Абсолютно верно, но коэффициент в 2,5 раза абсолютно точен. То есть, в нашем конкретном случае, 2 года назад, эта сумма была 200 с небольшим тысяч, по состоянию на конец декабря, это было где-то 70. Хорошо. Даже если это всего 70 тысяч, и я их все время покупать в квартиру... Секундочку, для нас это не всего, а целых, надо понимать. Нет, нет, ну всего это тотал, как-то, итого. Значит, есть 70 тысяч, значит, по 5 тысяч за раз, это 14 заразов. Значит, я должен 14 раз отправиться... Так, сегодня послал, значит, она получила, вы послали, она получила, вы послали, она получила. Если вы даже будете рекордными темпами это делать, у вас 2 недели... Это как бы челночный метод такой. Челночный метод, и, подождите, понимаете, значит, и у вас еще, значит, с каждой 5200 у вас, значит, ушло, значит, 70 тысяч, у вас будет 14 раз по 200. То есть, 2800 вы, значит, на этом потеряете. Ну, вообще-то, мы считали, там чуть-чуть больше, да, получается, но, в общем, порядок свой, идея такая же. Еще я хочу уточнить, что есть ограничения по сумме, которые можно перевести через Western Union в месяц. Это российская или Western Union ограниченная? Western Union, по-моему. Для каждой страны оно свое, я не могу точно сказать, какой для США, то ли 10, то ли 15 тысяч. Например, для азиатских стран, там, Китай, Вьетнам, у них, по-моему, от 3 до 6, ну, в зависимости от того, в какую страну переводятся деньги. То есть, это ограничение, ну, я так понимаю, Western Union плюс законодательство страны. Ну, хорошо, уже дайте решение, потому что я уже плакать хочу от ваших расстанок. Ну, значит, мы, собственно, долго репу чесали, вот, пользовались калькулятором, благо, в общем, есть некое образование в этой области, вот, и нашли следующее решение. Мы открыли счета в нескольких банках, мы конкретно пользовались Альфа и Райфайзеном, вот, открыли счета с топовым уровнем обслуживания. Топовый уровень обслуживания подразумевает оплату где-то 3 тысячи рублей в месяц за введение счета, вот. Это большая сумма, ну, как бы она дает зато некоторые бонусы. Да, это довольно много. Ммм, окей, VIP аккаунт такой. Да, абсолютно верно. Так, хорошо. Этот уровень обслуживания дает возможность, в том числе, что именно нас интересовало, снятие наличных с пластиковой карты. Пластиковая карта, она чуть-чуть другого вида, цвета и красоты, в общем-то, она необычная. То есть, эстетическое, на самом деле. Эстетическое. Да, однозначно. Вот. Дает возможность снятия 15 тысяч долларов в день. Вот. С каждой пластиковой карты, независимо, сколько пластиков привязано к одному счету. Ну, это намного дешевле, чем Western Union. Верно, абсолютно верно, что это дешевле. Вот, где-то даже дешевле, чем вот как-то телеграфом. Вот раньше можно было телеграфом, как бы, да, электронно пересылать. И там брали что-то, ну, смехотворное какие-то. Вот, может быть, на этом уровне получается. Тут, фактически... Были, 15 тысяч в день, если это мне стоит там 100 долларов или даже 50, там, да, сейчас, по нынешнему курсу в месяц. Ну, так и, господи, боже мой. А можно прямо вот каждый день ходить по 15 тысяч снимать. По 9 900. 450 тысяч у меня на счету, я могу их снять за месяц. Я хочу вам сказать, что если 900 на счету, то это уже лучше. Тысяч? Да. Потому что это два месяца. Да это не принципиально, были бы 900. Ну, смотря в каком месте лежат. У нас был один парнишка, у него лежали банки, деньги в Москве, он сюда приехал и все никак не забирал. А потом просто банк обанкротился. Вот, вы знаете, честно говоря, мы из-за этого очень сильно переживали. Реально переживали, потому что могло быть первое, отмена хождения долларов. Вот. Отмена хождения долларов. Запрет снятия, например, Беларусь объявила, насколько я помню, о запрете снятия долларов суммой в 500. То есть можно снимать за день 500 долларов, не больше. Это белорусский закон был такой. Причем за границей, в любом месте, неважно. Вот. Ну ладно, возвращаясь к тому, о чем я говорил. Собственно, дальше мы приехали в Калифорнию. Вот. Обошли несколько банков. Первым банком, куда мы зашли, был Велсфарго. Это самый массовый тут банк. Вот. Вторым был Банков Америка. А зачем вы в разные ходили? Обычно российский страх, не носи все яйца в одной корзине. Шифровались. Нет, не шифровались, не носи все яйца в одной корзине. Так. Вот. Именно так, что хрен его знает. Вот. Ну не над нами сменили. Нет, нет, нет. Я не над вами, я над ситуацией. Так. Вот. И, собственно, в банке снимали абсолютно бесплатно. Хочу заметить, вообще бесплатно. То есть ни одной копейки с нас не брали. Это же как-то странно. Американский банк не брал. То есть мы приходили к операционисту, протягивали пластик, протягивали паспорт. И говорили, мы хотим кэш-адванс, как это называлось. Вот. Нас спрашивали о сумме. Честно говоря, даже не удивлялись. То есть операционистам было как-то... Я вас умоляю, такими суммами тут никого не удивишь. Вот. Честно говоря, я тоже подумал. Хотя на форуме мы читали другое. Да. Вот. И, собственно, операционист снимал эти деньги и спрашивал, куда вам их деть. То есть реально была возможность без проблем забрать их наличными, либо положить на счет в этом банке, ну, либо на какой-либо другой счет. Вот. Ну, мы, собственно, решили, что надо класть на счет, потому что, в общем-то, наличные... Ну, это следующий вопрос. Потому что я несколько раз вот натыкался на людей, которые в панике просто. И говорят, что вот я не знаю, как быть, вот как перевести. Я говорю, ну, просто переведи. Говорит, нельзя просто, не переводят. Нельзя. Я говорю, как же так, деньги твои, говорит, мои. Счет твой мой. Говорит, а почему перевести? Говорит, не переводят. Нельзя. У меня в Белгороде я с женщиной недавно беседовал, она пыталась деньги взять, у нее валютный счет, она пыталась взять деньги, она пять дней подряд ходила, и ей говорят, приходите завтра, приходите завтра. И когда я с ней говорил, она еще не получила этих денег, а ей уже ехать надо, и она очень паниковала. То есть, вот эта женщина, которая не могла получить деньги в Белгородском банке, она могла бы вот так тоже карточкой, или не факт? У вас там топовая банка, а у нее там не топовая? Ну, скорее всего, топовые, как это, обслуживание, уровень обслуживания есть в любом банке, это скорее всего. Хотя я бы со Сбербанком бы постерегся, ну, то есть, какой-то коммерческий банк. Вот. Законодательно на конец декабря никто не запрещал снимать суммы, если это была бы территория Беларуси, то 500 долларов в день. Для России такого ограничения не было на конец декабря. Соответственно, да, этим способом можно было бы воспользоваться, и, скорее всего, это самый легкий способ. Причем, как я повторяюсь, банки американские вообще не берут ни одной копейки. Вот. Российский из нас Альфа ничего не брал, Райфайзинг брал 3 доллара за трендерсер. Это иностранный банк Райфайзинга? Название как-то немецкое? Нет. Райфайзинг, да, он теоретически иностранный, но в Москве, в России он это франчайзинг, и юридическое лицо абсолютно российское. То есть, его крышуют отечественные организации? В России ни в коем случае нет ни одного банка, который был бы иностранным. То есть, это законодательство. Которого крышевали бы натовские структуры. Вы же над нами посмеиваетесь, а вы как бы... Нет, я рад, что решение есть, потому что мне, знаете, очень... Я неудобно себя чувствую, когда люди спрашивают что-то, я даже не знаю не только ответа, а я даже не знаю, к кому их перенаправить. Ведь обычно я знаю, а тут как начали с этими деньгами, а у меня не укладывается... Знаете, как это Василий Иванович, который говорит, ему формулу дай корней квадратного трештлена, а он даже представить себе этот квадратный трештлен не может, понимаете? И мне говорят, как деньги перевезти? А я даже понять не могу, а в чем проблема? Проблема есть, и тут проблема именно... Ну, в том числе, нагнетенное телевидением. Но это психология телевидения. Абсолютно верно. Но я думаю, что дыма без огня редко бывает. Дыма без огня редко бывает. Все-таки, скорее всего, в связи с отсутствием долларов в России, это отдельная тема. Тут, я считаю, лучше Немцову читать. А вот такой вопрос я вам задам. Нет ощущения такого, что пропаганда вот эта, она создает у людей больше нервозности по поводу нефти, доллара и всех этих вещей, чем на самом деле было бы, если бы они не истерили и вот этим всем не занимались. Может быть, проще бы было, нет? Вы знаете, первое, людям надо объяснить, почему цены в магазинах выросли в два раза. Реально выросли? Реально выросли. Я много народу вижу, которые говорят, а мы ничего не заметили, а у нас вот как было, так и осталось. В Москве? Ну, вообще говоря, в любом магазине, но в том числе и в Москве. В Москве, в Москве, конечно. В Москве. Так. А на все два раза выросли или на что-то два раза выросли? Вы знаете, во-первых, практически на все. Другой вопрос, что этот рост занял два месяца. Ну, то есть, это был не один вброс, а постепенный рост. И произошло много других интересных вещей. Например, у дилеров кончились машины для продажи людей. Ну, привезут еще машины, что она еще кончилась. То есть, значит, что... А, привезут, они будут уже дороже. Во-первых, будут дороже. Во-вторых, ввоз многих товаров из-за границы запрещен в Россию, как мы знаем. Ну, вот эти санкции, антисанкции, вся эта фигня. Ну, пармезан они не будут кушать. А машины же можно машины? Насколько я знаю, не все. Например, много дилеров ушло из России совсем. Нет, ну, подойди. Ну, все-таки, вот речь шла о том, что народ напугали. А вы говорите, ну, вот народ сам, как бы жизнь пугает. Он пришел, а там товар в два раза вырос. Но вот я читал, что официальная инфляция по стране за год, типа там 9%, или даже 10%. Но вы говорите, в двое цены выросли. Это же не 100% вашей инфляции? Ну, я, честно говоря, думаю, что именно так. Окей. То есть, 10% это не совсем. Это неправда, вот. Но насчет этого есть такое, вообще, отдельное мнение, которое заслуживает отдельного долгого разговора. Хорошо. Ну, вы же не уезжаете же. Вот мы поговорим об этом тоже отдельно. Я, на самом деле, просто хотел сделать небольшой сюжет, ну, вот так вот, именно про перевод денег. Потому что, как бы, я считаю, эта тема такая, она многих может интересовать, тех, кто в пути или там собирается в путь. Поэтому давайте я вас там поблагодарю. Значит, вот. Вы всем так сделаете привет-привет. Спасибо. Вот. И тогда до следующих сюжетов. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Итпетры создавал DimaTorzok Дима Торзок